Он выедает именно внутренности. У Николая есть все основания подозревать, что волк, а может и целая стая, держат в осаде и страхе стадо его коз. За последний месяц серые хищники несколько раз наведывались к дому и загрызли трех рогатых. Еще одной козе посчастливилось спастись. Вот видите, шайкуня погрызенная немножко. То, что происходит по ночам в небольшом придомовом загоне, Николай иначе, как кровавая расправа, назвать не может. Фотографии жертв он сохранил на свой смартфон. Фермер сожалеет, ведь волк съел коз с хорошими показателями надоев. Двойная потеря для сельчанина. Николай вместе с женой изготавливают и продают на рынке домашний сыр. Это их источник дохода. И вот теперь семейный бизнес под вопросом. Если он уже наметил, что сюда можно прийти и добыть, он уже будет сюда ходить. Матерый, да, здоровый. Еще семь лет назад этот серый хищник наводил ужас на жителей села Колосово Григориопольского района. Теперь трофей. Охотникам удалось выйти на волчью тропу и отследить хищника. И козы пропадали, и бычка там разодрали хорошо. Волков боятся в лес не ходить. Это сказано явно не про Николая Салтан. Охотник с 40-летним стажем, он снова собирается в дозор. Дошли слухи, что жители соседних сел вновь видели опасного хищника вблизи своих домов. Теи, спеи, они уже ходят. Это сезонное явление? Как раз у них сейчас молодняк есть. Им надо питание хорошее, потому что один волк 4 килограмма мяса в день нужно. Хозяева леса в Григориопольском районе в последнее время разгулялись не на шутку. В феврале волки уже рыскали в поисках добычи возле сел Карманово и Колосово. Тогда обеспокоенные жители вызвали охотников. Часть небольшой стаи они отстрелили. И хотя изможденными звери не выглядели, специалисты предположили, что в украинских лесах стало меньше кабанов, на которых волки обычно охотятся. Голодные хищники прибежали через границу. В день они могут преодолевать десятки километров. Волка ноги кормит, а здесь надо энергии очень много. И поэтому они беспокоят почти, вот мало ешь-то зимой там больше. Охота на серых хищников, матерых и щенков идет не за бабы ради или для удовольствия. Волков в наших краях стало гораздо больше, чем еще лет 30-40 назад. Тогда в наши леса могли забрести единицы, в основном со стороны Украины. А теперь звери обжились и расплодились в целые стаи. Причем волки настолько смирели, что регулярно совершают вылазки по сельским окраинам. И пока хозяева спят, разбойничают, уничтожают скот и домашних животных. Так произошло в селе Хрустовая Каменского района в октябре 2018-го. Там под покровом ночи волчица едва не загрызла мухтара. Дворовой пес чудом выжил в той передряге. Он первым принял неравный бой с опасным хищником. Хозяина, который пытался помочь собаке, волчица укусила за руку. Тогда людям удалось одолеть зверя. Про таких, говорят, родились в рубашке. В целях безопасности. И потому что, кто его знает, матерый волк, если он подранили его, значит он не оставит обидчика. Ему терять нечего, как говорится, да? Тем временем Николай беспокоится. Волки снова вернутся и нападут на коз. Вместо трех ранее загрызенных он купил новых молоденьких. Самостоятельно сидеть в засаде и отстреливать волков нельзя. Минсельхоз, куда обратился Николай, пообещал прислать своих охотников. Они устроят облаву на волков. Тем более, есть подозрение, что хищники успели напугать и соседских животных. Сегодня утром человек, когда выгонял скотину, говорит, козы не хотели выходить. То есть они стоят, вломом стоят, он говорит, еле из загородки выгнал. К человеческому жилью волков гонит голод. И в наших краях их становится больше. Рост популяции этих хищников зафиксировали и в Минприроды. Там ежегодно ведут учет диких животных. Охотники контролируют численность волков. Отстрел волков – это целая спецоперация. Охотятся строго группами, никаких одиночных вылазок. И строго с разрешения природоохранного ведомства. Ведь цель отстрела – не варварское и тотальное сокращение популяции. Нужно лишь отпугнуть хищников от мест проживания людей и домашнего скота. Это очень тонкая грань охоты и депопуляции животных. То есть мы стараемся, чтобы животные у нас были и хищные, были и объекты охоты. То есть важно соблюдать вот этот баланс. Для этого и проводится, собственно, учет численности, чтобы мы не навредили природе при охоте. Испокон веков человечество избегало опасного соседства с волком – одним из самых коварных и изобретательных хищников. Волк запросто может напасть на человека и, скорее всего, победит в схватке. Поэтому сельским жителям, которые обнаружили волчьи следы возле своих жилищ, настоятельно рекомендуют не заниматься самостоятельными поисками, а сообщить в Минприроды или в Лесничество. Юрий Чернявский, Виктор Гирля, Дмитрий Ягодкин. Отражение.